Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Я продолжаю разбирать тему Woodmort, урок 37. Меня зовут Федор Васильев. В этом видео переходим в Woodmort, настройки темы, раскрываем категории товаров. У нас в этом видео фильтры магазина и виджеты. Давайте начнем с виджетов. У меня на этом уровне, на протяжении всех этих видео, на странице магазина пока что ничего не задано в сайдбар. То есть выводятся абсолютно левые виджеты. Как вывести сюда виджеты, относящиеся к магазину, заодно посмотрим. Давайте перейдем в внешний вид виджеты. Как уже ранее я говорил в одном из своих прошлых видео, от темы Woodmort богатые позиции в этой области. Вот тема Woodmort, которая позволяет нам в разных частях сайта гибко размещать разные элементы сайта. То есть вот у нас есть первая, это главная область виджета. У нас вот это все и выводится здесь. Их отсюда все мы удаляем. Вот я все удалил, видите, вообще сайтбар ушел. И получается, вот они все товары. Футур мы с вами рассматривали в более ранних уроках. Обратите внимание, видите, здесь написано область виджетов по умолчанию для постов страниц. То есть это даже колонка не та, которая нам нужна. Вот ниже область виджетов портфолио тоже не то. Область виджетов страница магазина. Вот сюда можно попробовать. И от темы Woodmort есть также виджеты, которые здесь появляются после установки темы. Они помечены в заголовке. В начале предложения заголовка. Видите, идет Woodmort и потом идет название виджета. То есть HTML блок, Woodmort, MailChimp и так далее. То есть везде, где Woodmort написано, это все виджеты, так сказать, родные от темы Woodmort. Все остальные, которые не имеют приставки Woodmort или вот баннер Woodmort, эти виджеты все здесь уже были от самого WordPress. Причем вот эту область я бы использовал, если я веду блог. Все виджеты, которые здесь размещаются, будут показаны в блоге. А как сделать так, чтобы, допустим, вот область виджета страницы магазина отображались в фильтрации, допустим. Вот эта фильтрация, это у нас не Woodmort, это у нас WooCommerce. Вот это я использую, фильтр товара по цене. Вот так добавляем, выбираем виджет и внизу добавить. Добавил сюда. И аналогично работают и другие области виджетов. То есть мы сюда вставили виджет фильтрации. Сюда я еще вставлю два виджета. Сейчас я вам покажу фильтр товара по атрибутам. Это тоже у меня располагается вот здесь. Вставляю, значит, в область виджета для страницы магазина. Но сейчас мы ничего не увидим на странице магазина. Здесь мы с вами возвращаемся к странице. Возвращаемся к странице магазина. Здесь боковая панель. И вот здесь внизу мы выбираем область. Здесь весь список в урок не входит. Но вы увидите большую часть, точнее все области виджетов, которые здесь есть. Области виджет страницы магазина. Выбираем и нажимаем обновить. Появляются здесь сбоку два фильтра. Фильтр ползунок по цене. Сортировка, да. И у меня только один бренд добавлен. Получается, точнее, один бренд и два товара в нем. Сортировка по брендам. Показываются два товара, которые присущи этому бренду. Далее можем этот виджет дублировать для других фильтров. Область виджета в странице магазина. Добавить. И еще раз добавить. Здесь я выбираю бренд. То есть атрибут. Атрибут. Здесь все ваши списки атрибутов будут находиться. Выбор по цвету. Фильтр пишу по цвету. Здесь список выпадающий. Список надо смотреть уже, как лучше вам больше понравится. Здесь у меня по размерам. Ну ладно, вот это выводить мы не будем. Этих достаточно. Вот такой вот фильтр. Не очень хороший. Здесь можно выбрать фильтр кружочками. Сразу цветными. Вот этот вот симпатичный выбор сортировки от Woodmart. Называется WooCommerce многоуровневый. Вот этот в общем добавляем его. Можно просто его вот так перетянуть сюда. Фильтр по цвету. Здесь выбираем color. Показать в каких категориях это будет работать. Можете выбрать тип запроса и или. Макет. Две колонки. В общем здесь богатый выбор. Средний размер, мелкий. Можете настроить. Круглый, квадратный там и так далее. Показать поисковый запрос для этого атрибута удобно. Если фильтр огромный. Просто огромного размера. Давайте посмотрим. То есть вот он заменяет. Видите. Смотрится очень симпатично. Найти цвет. Пишу зеленый. Видите находит зеленый. Это очень удобно. Очень круто. Если цветов здесь очень много. И сортировочка у нас работает. Также здесь еще хочется отметить. Область после мобильного меню. Я вам покажу что это такое. Я туда поставил виджет календаря. Смотрите. Нажимаем на меню. И после меню у меня виджет вставлен. Здесь можно вставить какой-то виджет. Если меню не очень длинное. Какой-нибудь может быть рекламный. В общем область есть даже здесь. Возвращаемся теперь в настройки виджетов. Здесь первая функция переключения для виджетов категорий. То есть это если вы выводите сюда вот список категорий. Он очень длинный. Можно сделать чтобы он был сворачиваемый. Дальше. Прокрутка для фильтрации виджетов включена стоит. И высота. То есть если очень много цветов. Можно сделать так чтобы они прокручивались. Давайте сделаем очень маленький. Чтобы увидеть вот эту вот видите сбоку ползунок. Чтобы он много места не занимал. Вот так вот можно прокручивать. Потому что здесь виджетов у вас может быть очень много. И это очень круто. Также можно компактно отобрать вот ниже виджеты. У нас отключено. Все раскрыты. Здесь можно сделать чтобы они все были свернуты. Либо только фильтр only. То есть только фильтр. Вот давайте все включено. Получается очень компактно. Вот так вот у нас все включено. Свернуто. Или третий вариант. Получается фильтр по цене. По брендам открыт. А фильтр по цвету и другие скорее всего. Если снизу добавите они будут свернуты. Переходим дальше в фильтр магазина. Здесь есть возможность включить фильтры над товарами. Как только это включаем появляется вот здесь новая ссылка с текстом фильтра. Если мы сюда нажимаем. Сортировку по популярности, новизне. Получаются вот эти вещи. Здесь вы увидите сразу. Это не виджет. Это отключается в удморте. Но если сюда добавить свои виджеты. К примеру, вот я добавил область. Для этого вот он именно фильтр магазина. Вот здесь у нас сбоку. Вот эта область. Как раз появился вот этот фильтр по цене. Дальше. Настройки. Изначально виджеты мы используем. Но вы можете как-то собрать через Elementor. И вывести через HTML блок. И HTML блок потом подкрепить здесь. И последние здесь две опции. Фильтры магазина всегда открыты. Можно сделать. Если это не включено, то у нас появляется другой ползунок. Прекратить закрывать фильтры после нажатия. Ну это визуально. Посмотрите, как это будет смотреться. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры braву. Субтитры брал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok